В первую очередь ты можешь это автоматизировать через наемных сотрудников, неважно это на постоянной основе у тебя в офисе, либо это фрилансер какой-то софтворка, но опять же это происходит постепенно, понятное дело, что доступ к инвентарю сервер-централов ты первопопавшемуся филиппинцу не дашь, но если у тебя есть история какая-то с ним работы, ты видишь, что он работает хорошо, вас все устраивает, то ты можешь ему это делегировать. То есть по большому счету достаточно, наверное, если так среднее говорить, на три человека для того, чтобы этот бизнес был практически полностью автоматизирован помимо тебя. Один человек занимается поиском поставщиков, второй занимается с ними, контактирует, то есть передается, ну это можно в CRM-системе фиксировать, и третий занимается после того, как второй созвонил, сказал, окей, открыли, третий начинает заниматься анализом товаров, которые есть, по какой цене, и добавлять их в инвентарь, эти товары, которые, собственно говоря, рентабельные, которые интересные, ну и там уже либо отправлять напрямую на IP, либо еще там часть работы будет направлена на работу с фрилансером. Редактор субтитров А.Семкин